Доброе утро, дорогие братья и сестры, и сочувствующие. Давайте с вами сегодня закончим 11 главу послания к евреям. Ну, так уж получилось, что в начале недели мы заканчиваем главу. Ничего страшного. Стихи 39-й и 40-й. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Интересная, ну, много мыслей здесь. Вообще, коротенечко по, в целом, по вот этой 11 главе. Есть такая штука, ну, как бы завершая 11 главу, да, я добавлю такое соображение. Есть такая штука, изумительная, называется преемственность. И в нашей стране, конечно же, это не очень сильно. Не то, чтобы развито или не развито. Не уделяется такого значения большого, как, например, в других странах. Я не говорю про западный мир, потому что и на востоке тоже это очень важно. Такое впечатление, что вот события, которые произошли в нашей стране за последние, допустим, 150 лет, они многие вещи нивелировали, многие вещи обесценили. И среди них, я думаю, вот эта вот преемственность. Сейчас вообще об этом никто не думает. То есть, сейчас все хотят быстрых денег, быстро заработать, быстро свалить, забрать и убежать. То есть, это, к сожалению, было очень ярко. В 90-х выражено сейчас с этим получше. Ну, в принципе, такая же петрушка. Интересно, что когда, ну, время от времени, там, изучаешь какую-нибудь фирму, ну, по работе, там, или просто интересно, наталкиваешься часто на такие соображения. Вот там наш, там, пра-пра-пра-пра-пра, там, какой-нибудь дед основал, там, чего-нибудь, начал такое-то ремесло, или начал такую-то вот фирму, начал что-то там, какой-нибудь там, 1500, там, вообще там, при царе Горохе. И вот с тех пор, и так далее, и так далее, там, традиции и прочее. Вот. Нам тоже, вот, по молодости мне, например, казалось, что все эти вот рассуждения о традициях, о больших, там, глубоких корнях, они сродни, ну, вернее, они каким-то казалось, казались эти соображения замшелыми какими-то, и думаешь, да все, уж поменялось 20 раз, чего вы тут рассуждаете о всех ваших корнях и так далее. Вот. Но однажды я наткнулся на такой диалог, конечно же, это образный диалог, понятно, но он очень показывает хорошо вот эту вот силу преемственности и так далее. В Англии, Англия долгое время была славно своими газонами, вот сейчас уже многие научились такие газончики делать, а раньше нет. И вот англичан спрашивают, вот, какие у вас классные газоны, а что нужно делать, чтобы у вас такие газоны были вообще замечательные, ну, нужно встать и скосить траву, и все. Ну, и на следующий день встать и скосить траву, и все. И на следующий день встать и скосить траву, и все. Ну, и так сто лет. Понимаете? То есть, некоторые вещи, некоторых результатов можно добиться только, некоторые вещи можно раскрыть, добиться там и так далее, только когда у тебя огромная преемственность. И вот когда мы смотрим вот в эту вот главу 11, мы видим, что наша преемственность начинается вообще, идет с каких-то вообще не, в общем, не то, что старя горох, а чуть ли не сотворение мира вообще, наша преемственность, потому что первый герой веры у нас это Авель вообще. И по-настоящему почти что от сотворения мира у нас идет эта преемственность, и мы можем видеть, как вот эта идея веры раскрывалась на протяжении тысячелетий буквально, понимаете, 6 тысяч лет, вот наша преемственность. Кто, кто может похвастаться такой преемственностью сейчас? И на самом деле здесь написано, все сии свидетельственные веры не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Смотрите, все эти люди имели гораздо меньше, чем имеем мы сейчас в плане откровения Божьего. Потому что, смотрите, сам Иисус, это Евангелие от Луки, Евангелие от Луки в 10 главе, в 10 главе, в 24 стихе, ну, после того, как ученики пришли с радостью, после того, как они были посланы Христом на дело благовестия, они говорили, там, и демоны повинуются, и все такое прочее. Он говорит, блаженны очи, это 23 стих, Лука 10 глава, 23 стих. Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, слышали, слышите и не слышали. То есть, смотрите, несмотря на то, что вот эти вот цари и пророки, о которых говорит Иисус, желали видеть и не видели, тем не менее они проявляли недюжинную веру в свое время. И, как по библейскому выражению, коль ми паче мы, то есть, тем более мы сейчас не имеем ли все для того, чтобы как раз-таки проявить вот эту самую веру, которую от нас ожидает Господь, потому что у нас есть и преемственность, у нас есть масса примеров, но самое главное, что они не получили, а имеем мы, это вот как раз-таки полнота откровения о Христе. Что они, написано, не получили обещанного, чего они не получили? Например, если говорить об Аврааме, ну да, в какой-то степени он сам именно лично не получил, то есть, его потомство не стало, ну, при нем потомство его не стало, как звезды на небе, но и странно было бы ожидать, потому что, на самом деле, в течение трех-четырех поколений вряд ли человек, ну, какой-то вот, какая-то семья может размножить до такого количества. Количество звезд, видимых на небе, где-то вот, ну, в темную-темную ночь, это где-то пять-шесть тысяч штук. То есть, ну, даже, даже если брать вот это вот, потому что если не брать вот эти миллионы евреев, которые были рождены, вот даже это количество в течение трех-четырех поколений не появится. Я думаю, здесь Авраам должен понимать, был это логично. Вот. По человеческому рассуждению Авраам получил все, что можно было получить. То есть, написано, вот как люди рассуждают о жизни, да, то есть, Бог дал ему, ну, во-первых, он был богат серебром, золотом, людьми, там, и так далее. Он в своем вот, в своей области, в своем клане, он был настоящим господином, то есть, царем по тем меркам. Вот. Он был богат. Бог дал ему долгую жизнь, очень долгую, чудесную жизнь. Бог дал ему, ну, исполнил обещанную, дал ему сына, и он мог видеть даже детей этого сына. Вот. Он жил достаточно долго. И по человеческому, повторюсь, рассуждению, он получил, ну, от жизни все. Умер насыщенный днями. Но он не получил того, что обещалось по-настоящему. То самое главное, что обещалось. Он не увидел Христа. Он его увидел только на небесах, и даже будучи на небесах, если вообще так можно говорить, он увидел только, все, все только чуть попозже, если вообще можно о каком-то времени говорить на небесах. Вот. Поэтому, смотрите, написано, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Вот. Мы видимся, видим то, что совершил ради нас Иисус. То есть, те люди видели вот эту идею как бы гадательно, сквозь тусклое стекло, я имею в виду план спасения. И, как написано, что даже ангелы хотят проникнуть в это таинство. Хотели и не могли, и хотели, и хотят. Вот этот план спасения. Но сейчас он раскрыт абсолютно полно. Вот сейчас настала полнота. Книга Откровения нам говорит, что это точка. Что вот сейчас мы имеем завершенные Откровения. И на самом деле, вот все вот эти вот слова про веру, особенно 11 глава, все эти примеры веры, опять-таки призваны к тому, чтобы нас укрепить в нашей вере. Чтобы мы видели эти, на самом деле, живые примеры. И, чтобы мы понимали, что это не какие-то сказки, которые там рассказывают люди друг другу, и там уже непонятно чего, какую-то дичь там рассказывают люди в этих сказках часто. Вот, чтобы мы понимали, что это как раз-таки никакая не дичь и не выдумки. Что это на самом деле живое Божье Слово, и все эти люди жили именно в этих обстоятельствах, о которых написано. И, несмотря на эти обстоятельства, часто нелегкие, в общем-то. Никогда жизнь на земле не была легкой. Вот, несмотря на эти обстоятельства, они проявляют эту самую веру. Дабы они не без нас достигли совершенства. Имеется в виду завершенность. Вот, то есть Господь, у Него план такой очень обширный. Он распространяется на тысячелетия. И Бог хотел, чтобы вот в этот план спасения вошли не только те, кто умер тысячу лет назад. Хотя, наверное, они думали так же, как и мы. Я думаю, что уж, ну все, я уже верующий. Господи, давай, приходи, ей гряди, Господи. Пусть все тут все нечестивые там сгорят. Все эти гонители там сами будут гонимы. И так далее. Все там. После нас хоть потоп, короче говоря. У них могли появиться такие мысли. Конечно же, мы думаем про них, что они там были. Естественно, так не думали, что они были праведны. Но если такие мысли приходят современным верующим, я думаю, мы можем быть уверены, что такие же мысли приходили и тем людям тоже. Господи, ну все, доколе, да? Доколе ты не избавляешь. Но мы видим, что Божий план на самом деле очень широк, очень обширен. И Он хочет, чтобы как можно больше людей все-таки спаслись, достигли познания истины и пришли вот к этой завершенности, к совершенству не без последующих. Мы не знаем, сколько еще продлится вот этот вот период, когда Иисус собирает свою церковь, когда полнота язычников входит в число спасенных. Вот все говорит за то, что на самом деле время близко, очень близко. Как написано, смоковница уже, листья уже мягкие, смоковница уже там расцветает, все уже, все. Господь близко. Но человеческое близко и Божье близко, оно немножечко отличается. Поэтому я думаю, что в любом случае нам надо с вами бодрствовать, тем более, будучи подкрепленными вот такими вот изумительными примерами. И обратите внимание, что всегда вот здесь вот, когда послание говорит о событиях древних, конечно же, ну вот здесь вот в евреях, конечно же, используется прошедшее время. Верую совершил, верую перешли, верую пали стены Иерихона, там и так далее, верую побеждали. Но когда говорится о самой вере, то написано, что вера есть. Вера не куда-никуда не девается. Это не приобретение прошлых веков, и там и оставшиеся. Но вера есть и сейчас. Верую познаем. Это как раз-таки современное, ну вернее, настоящее время. Вот. То есть вера у нас одинаковая, и она как подкрепляла тех людей, так может подкреплять и нас с вами. Отец наш Небесный, благослови, пожалуйста, нас. Дай нам в начале этой недели укрепиться, укрепляться Тобой, и во время каждый день укрепляться Тобой, Господи. Моги нам, будь прославлен Отец нашей жизни, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,